3 сентября в канун дня освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков в год Великой Отечественной войны в художественно-выставочном центре «Арт Донбасс» состоялось торжественное мероприятие – открытие передвижной выставки под названием «Сердца трёх». Она организована благодаря творческому содружеству коллектива «Арт Донбасс» с народными художниками Владимиром Шенделем, Григорием Тышкевичем и Юрием Зорко. Идея создания экспозиции принадлежит директору художественно-выставочного центра Екатерине Калиниченко. Картины только вернулись в Горловке, где они около трёх месяцев демонстрировались в местном музее. «Каждый из художников особо отнёсся к подготовке выставки и представил свои работы, написанные и в 70-х, и в 80-х годах, и в 90-х. То есть, разный аспект своей работы. В Горловке, конечно, это было очень трогательно и, наверное, важно как для нас, организаторов, так и для горловча. Потому что, зная, какая ситуация сейчас вообще в Горловке складывается, что действительно постоянные обстрелы, которые есть, мы привнесли, наверное, частичку радости, света и на открытие пригласили с собой наших художников. Открываем мы не случайно её на День освобождения Донбасса, так как все три автора – это дети войны, которые своё детство, к сожалению, у них было связано с военными событиями. Я думаю, что вот 8 сентября – это тот день, который с самых детских, младенческих лет должен знать каждый ребёнок. Тогда будет уважение к старшему поколению, тогда будет гордость за то, что Донбасс не сломлен. И, конечно же, большая сила воли и уверенность, что завтрашний день будет непременно солнцем с ясным небом. Всех поздравляем с праздником. Желаем самое главное – мирного неба. Самобытные живописцы, не сложившие кисти в осаждённом Донецке, остались в родном городе. Они на своих полотнах отстаивают мир и красоту души своих земляков, представляют историю культуры Донбасса. В стенах Ордонбасса гостей центра ждёт более 50 различных по жанру и стилистике работ, отражающих многообразие творческого видения художников. Это мой город, мой Донбасс. Я здесь родился, мои родители здесь жили, много друзей. В шахте я сам тоже работал. И поэтому для меня это большой праздник, самый светлый. Все осознают, что индустрию края поднимали великим трудом и зачастую не задумываются о творцах художественного мира. А ведь этот путь наши мэтры проходили каждодневно, оставшись в Донецке с молодых лет и всю свою жизнь отдавая великому служению искусству, кропотливо и вдумчиво изображая историю нескольких поколений во всей её многогранности и многоликости. Своим удивительным талантом воздействуя на мировоззрение современников, они щедро даруют нам свои сердца.